Это новости на канале ВКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. С 26 июля по 30 сентября изменится расписание ласточек. По маршруту Туапсе и Меретинский курорт исчезнут три остановки. Культура, искусство и, конечно, отдых подписано соглашение о сотрудничестве между курортом Сочи и столицей Республики Мариэл, городом Йошкар-Ала. В Сочи наградили волонтеров, которые активно работают с безнадзорными животными. Только из одного приюта домой отправились 700 собак. В поселке Красная Поляна открыли детскую площадку. Скоро там же появится школа на 400 мест и детский сад на 200. Больше триллиона рублей инвестиций привлек Краснодарский край за последние три года. Это 753 подписанных соглашения на различных форумах и деловых встречах. Треть всех проектов уже воплотили в жизнь в виде новых предприятий и заводов. Состояние инвестиционного климата на Кубани обсудили в краевой администрации. Совещание провел глава региона Вениамин Кондратьев. После проведенной ревизии выяснилось, что реализацию почти пятой части проектов были вынуждены приостановить. Одна из причин – нехватка энергомощностей. Для этого в крае решили создать единый ресурсный центр для бизнесменов. Подробнее наши краснодарские коллеги. Всего за год Краснодарскому краю удалось собрать 500 миллиардов рублей инвестиций. Темпы роста выше, чем в среднем по стране. Привлечение бизнеса, готового вложить деньги в развитие региона – задача даже больше не экономическая, а политическая, обращает внимание Вениамин Кондратьев. Ведь согласно новым майским указам президента, этот пункт в числе приоритетных направлений работы. На Кубани за последние три года количество крупных инвестпроектов увеличилось почти в полтора раза. Однако эти цифры не будут иметь никакого значения, если они не отразятся на жизни людей, акцентирует губернатор. Самое главное, насколько эти инвестсоглашения реализуются в рабочие места и налоги. Вот что сегодня главное. Если мы будем все время говорить о том, что у нас вот такое количество инвестиционных соглашений, вот такой объем инвестиций, а не будут появляться ни рабочих мест, ни дополнительных налогов, тогда вообще никому эта профанация не нужна. Поверьте, и мне не нужна, и вам не нужна. И жителям края тем более. Я четко ставил задачу. Посмотрите, где проекты, а где прожекты. И уже по итогам трех лет можно понять, какое муниципальное образование специализируется на проектах с результатами, а какое на прожектах. Я еще раз подчеркиваю, не нужно заниматься очковищем втирательством и профанациями. Нужно просто или качественно работать на стадии проработки и подготовки этих инвестиционных соглашений. Либо бумагу просто не портите, даже ее жалко. Просто выдайте результат, который будет измеряться, еще раз подчеркиваю, в рабочих местах, в количестве предприятий, естественно, и в налоговой базе, которая явно будет расти тогда. Тогда никто не будет сомневаться в том, что вы работаете именно на этот результат, на результат района и на результат края. По поручению Вениамина Кондратьева в крае провели ревизию всех инвестсоглашений. За последние три года их заключили больше 750. Треть из них уже воплотили в жизнь еще 353 на стадии реализации. А вот 19% подписанных соглашений пришлось приостановить или вовсе расторгнуть. Основной причиной расторжения и приостановки является финансовая неготовность инвесторов к реализации инвестиционных проектов. И здесь я бы хотел обратить внимание наших коллег, глав муниципальных образований, оценка финансового положения инвесторов перед принятием решения заключения соглашения, она оценивается вами на муниципальном уровне. Безусловно, это ваша зона ответственности, хотя с этого года мы муниципальные контракты и муниципальные соглашения тоже берем на однозначную экспертизу нашим департаментам инвестиций. Еще одна причина расторжения инвестконтрактов – энергодефицит. Чтобы решить эту проблему, в регионе решили создать единый ресурсный центр, где инвесторы смогут увидеть свободные лимиты. Кроме того, для более качественной реализации подписанных соглашений в этом году открыли еще один центр – сопровождение инвестпроектов. За каждым из наших сотрудников закреплен тот или иной проект или в первой степени то или иное муниципальное образование. Каждый сотрудник получает персональную ответственность по реализации инвестиционного проекта по дорожной карте, которая была создана и внесена в систему дела. Чтобы выяснить, как ведется работа с бизнесом в каждом муниципалитете Кубани, составляют краевой рейтинг. Основные его критерии – привлеченный объем инвестиций и количество реализованных крупных проектов. И по этим направлениям уже отмечается положительная тенденция. За прошедший период свое положение улучшили 17 муниципальных образований. Хотел бы привести те муниципальные образования, которые, может, еще в тройку лидеров не вошли, но они серьезно улучшили свои показатели. Это такие муниципальные образования, как город Анапа, Крымский, Туапсинский район, Каневской районы. То есть здесь сразу эти муниципальные образования подросли от 13 до 17 пунктов в рейтинге. А вот возглавил рейтинг Тимашевский район. Муниципалитет уже второй год подряд занимает высшую строчку. В числе лидеров на втором месте – Кубанская столица. Краснодар привлек больше всего инвестиций – 108 миллиардов рублей. Есть и еще одни результаты уже национального рейтинга, который составило Агентство стратегических инициатив. Впервые за четыре года Кубань поднялась на одну позицию и заняла шестое место. Для Краснодарского края это важный показатель самочувствия бизнеса в регионе. А значит, можно смело заявить, что все меры для улучшения инвестклимата работают. Мария Крошна, Денис Перец и Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар. Больше полутысячи казаков со всего края собрались в Краснодаре на Совете Атаманов. Участие в заседании принял глава региона Вениамин Кондратьев. Традиционно участники встречи подвели итоги работы. С начала этого года при участии казаков-дружинников было раскрыто 219 преступлений. Задержаны 88 человек, находившихся в розыске. Казачьи патрули следили за порядком в Сочи во время чемпионата мира. Активно казаки участвовали и в аграрной жизни края. Районными обществами создано 25 казачьих сельхозкооперативов. Но, как отметил губернатор Кубани, сегодня все так же остро стоят кадровые вопросы. По распоряжению Вениамина Кондратьева во всех районах края казачьи атаманы должны были стать заместителями глав. Но, как выяснилось, эту задачу выполнили только в 17 муниципалитетах. При этом, как доложил вице-губернатор Николай Далуда, есть примеры, когда местные власти отказывают брать казаков на муниципальную службу. Я до сих пор не могу понять, почему в мостах полностью соответствует требованиям муниципальной службы, он до сих пор не заместитель главы. Я не понимаю, почему в Услабинске глава крутится и вертится, и до сих пор не выполнит поручение губернатора. Почему? Почему в Новокубанке, почему в Отрадной не выполнит? Есть у нас семь атаманов, которые абсолютно достойны быть заместителями главы муниципальных образований. И лучше, может быть, будут выполнять задачи, которые вы главы будете ставить. Значительно лучше. В 17 муниципалитетах атаманы стали заместителями глав районов. В 17, а у нас их 44 муниципальных образований. Вот по четырем я так понимаю, что какие-то проблемы с главами или с непониманием. Но здесь находятся департаменты. Коллеги, я еще раз подчеркиваю, ситуацию на самотек не надо пускать. Тут надо вникнуть объективно и посмотреть. Так они сами барахтуются. И толку нет. Поэтому неделя сроку по тем ситуациям, о которых Николай Александрович сказал, выйдите в район, встретитесь с одними и другими и доложите мне. Во всех 44 муниципальных образований края я требую, чтобы максимально уже все сроки прошли. В течение трех месяцев атаманы стали замами главы районов. И вы за это персонально отвечаете. Также на заседании Совета атаманов, отличившимся в службе казакам, вручили медали и ордена. Кроме того, награды получили казаки-дружинники за обеспечение правопорядка в Сочи во время Чемпионата мира. С 26 июля по 30 сентября изменится расписание ласточек по маршруту Туапсе-Меритинский курорт. Также на этой линии будут ходить увеличенные составы. До 30 сентября для маршрута Туапсе-Меритинский курорт отменяются остановки Мамедова щель, Мамайка и Спутник. В то же время на этих пунктах будут останавливаться другие ласточки. Подробную информацию можно получить в кассах и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам». В Сочи наградили волонтеров, которые активно работают с безнадзорными животными. Особенно эта деятельность активизировалась в период подготовки к Чемпионату мира по футболу. Расскажет Елена Овсецина. Гости из северной столицы не выдержали. Забрали эту собаку с пляжа, где она вопрашивала еду у отдыхающих. Привезли в городскую ветеринарию. Перед автомобильным путешествием из Сочи в Питер необходимо подлечиться. На самом деле она просто была очень ласковая, очень открытая. Ей стало жалко. И она настолько доверяла человеку, что не хотела, чтобы она встретила кого-то, кто мог ее убедить. Поэтому решили забрать. Женщина принесла сюда котенка. Расскажите, пожалуйста, где вы его нашли и почему, собственно, пришли сюда? На дороге. Нашла. Ну как, надо. Жалко. Один умер, не довезла даже до дома, а вот второго от плохо очистила еще. Как вы относитесь к тем людям, которые оставляют животных? Плохо. Вот так со слезами на глазах добродушные сочинцы спасают животных, принося их в муниципальную ветлечебницу, где четвероногим беднягам оказывают первую помощь. Активно работу с бездомными животными ведут в Сочи волонтерские организации. Они находят животных и определяют в приюты. Обычно большинство животных на самом деле на улице, наверное, процентов 90-95, это дружелюбные, спокойные животные. Они единственное могут не подходить, если они сами боятся человека. А так большинство животных просто на сосисочку или на какой-то пирожок с удовольствием пойдут с тобой почесать за ушком и сядут в машину. Таким способом Ксения с друзьями определили в питомник за несколько месяцев 30 собак. В целом же по городу в управлении ветеринарии стерилизации подверглись 411 бездомных собак и кошек. И для сравнения 2689 домашних животных. Бродячих братьев наших меньших находили и приносили волонтеры. Сегодня таких активистов зоозащитного движения приехал поздравить лично главный ветеринар края. Поблагодарил за такую нужную для курорта работу и вручил благодарственные письма. А еще вспомнил, как недавно перуанский болельщик Рикардо определил сочинский питомник бродячего щенка. Да так проникся к нему, что ищет добровольца, чтобы перевезти его в Лиму. Сегодня он находится в поводке в приюте на территории города Сочи. Ждут, когда будут урегулированы все вопросы, связанные с транспортировкой данного объекта животного. Соответственно, такой факт есть. Более того, он изъявил желание оказывать помощь безнадзорным животным уже в своей стране. Число беспризорных собак и кушек на курорте находится под контролем. Сейчас на курорте принята программа по бесплатной стерилизации и кастрации. В Сочи четыре приюта для бездомных животных. Только один из них, поводок, за четыре года своего существования пристроил в добрые руки 700 животных. Но собак дома могло быть еще больше, если бы люди не боялись брать животных именно из приютов, где они ухожены, привиты и социализированы, то есть готовы жить с человеком в домашних условиях. Елена Овсецына, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Почти половина сочинцев считают, что управляющие компании недобросовестно относятся к обслуживанию их жилья. Это данные социологических опросов. Среди претензий, которые озвучивают горожане, низкая квалификация сантехников и электриков, невыполнение договорных обязательств и несвоевременное устранение аварийных ситуаций обслуживающими организациями. Почему в одних домах подъезды расписаны фресками, а в других многоэтажках единственное украшение – это паутина на потолке, а в подвалах текут трубы – узнаем из нашего следующего сюжета. Десятки видов экзотических растений, цветы, малые архитектурные формы. Так двор дома номер 60 по улице Донской выглядит только в последние годы, рассказывает Светлана Статова. В некоторых подъездах свежая краска. Ушли в прошлое отключения из-за порывов водопровода и канализационных стояков. Преобразования начались в этой пятиэтажке после того, как собственники жилья решили сменить управляющую компанию. И крышу делают, и убирает мальчик, и водостоки чистят, и крыши козырьков подметают, и пилят. И сколько вам это стоит? Сейчас у нас стоит вопрос о том, чтобы эту сумму, которую мы сейчас оплачиваем, надо обязательно поднять. Ну вот сколько вы сейчас за квадратный метр платите? Сейчас у нас стоимость одного квадратного метра 8,40. Это очень мало. А в доме по соседству на содержание общего имущества решили не экономить. За один квадратный метр здесь платят чуть больше 30 рублей. Этих средств хватает не только на поддержание в рабочем состоянии лифта, коммуникаций, уборку подъездов и прилегающей территории, но и на эстетику. В подъезде на этажах – картины, в холле – фреска. Минимальный тариф должен быть от 20 до 30 рублей. В зависимости от коммуникации еще. Нельзя сказать. Можно сделать и с 60 рублей. Все зависит от того, сколько будет видеокамер, видеонаблюдение с лифтами дома, без лифта, с крышной котельной, с локальной котельной. Все зависит от характеристики данного дома. В стандартный набор услуг управляющей компании входит круглосуточная аварийная помощь, уборка подъездов и прилегающих территорий, косметический ремонт, содержание лифтов. Но есть и такие обслуживающие организации, которые деньги берут, а договор не выполняют. В доме номер 13 по улице Альпийской – такая коммунальная история. За 20 лет коммерческая компания довела это жилое здание фактически до аварийного состояния. Входные двери в подъезд здесь держатся на честном слове. Везде паутина, а в подвал лучше вообще не заходить. Там течет канализация и, соответственно, стоит вода. Течет труба холодной воды, канализационные стоят. Можно в подъезде постоянно течет, но несколько дыр. Все это постоянно течет в подъезд. В подобной ситуации сегодня находится порядка 40 многоквартирных домов. Управляющие компании для них сейчас ищет муниципалитет. Но в мэрии считают, что жильцы должны проявлять активность и выбирать обслуживающие организации самостоятельно. Как показывает практика, после выбора управляющей компании на конкурсной основе кого-то начинает не устраивать. По разные причины, либо стоимость услуг, либо качество услуг. Поэтому еще раз хочу всем донести, необходимо в добровольном порядке, в общем собрании определиться. Перечень компаний будет опубликован, все, которые имеют лицензию и обеспечивают данный вид работ на территории города Сочи. В администрации курорта уверены, в многоквартирных домах жильцы должны проявлять хозяйский подход к содержанию общего имущества. Ведь работу управляющих компаний в первую очередь должны контролировать они сами. И сами же могут общими усилиями сделать свою жизнь комфортной, чтобы не текли трубы и крыши, чтобы в подъездах были чистые стены и полы, а в полисадниках цвели цветы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи появилась еще одна универсальная игровая зона для детей. В поселке Красная Поляна накануне открыли детскую площадку. Право перерезать красную ленту доверили, конечно же, детям и главе города Анатолию Пахомову. Именно ему принадлежит инициатива по созданию новой площадки. Ее открыли возле дома для переселенцев на улице Очешковская. Площадка многофункциональная. Здесь будет интересно детям до 16 лет. И вид шикарный на гору Аибга. Очень довольна. Особенно для детей делают многое здесь. Помимо видов красивых, еще и детские площадки открывают. Теперь можно и днем, и вечером, и утром гулять. Сегодня отдаленный от центра города поселок Красная Поляна центр притяжения сотен людей. Сюда переезжают из других районов курорта и из разных регионов страны. Детей здесь уже больше двух тысяч. Район с каждым годом становится все более комфортным для жизни. Так уже в следующем году здесь построят школу на 400 мест и детский сад на 200. Была Олимпиада. Она нам наследство оставила, хорошие вещи. В том числе переселила большое количество наших людей из ветхого аварийного фонда. Дали возможность очередникам улучшить свои жилищные условия. Ну а дальше надо нам самим за свои деньги улучшать качество жизни, строить детские площадки, строить школы, детские дошкольные учреждения. И мы с этим успешно справляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Новая площадка в Красной Поляне стала уже 147-й в Сочи. Здесь, как и на остальных, реализуется проект «Площадка нашего двора». А это значит, что с детьми будут заниматься волонтеры и аниматоры. Культура, искусство и, конечно, отдых. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между курортом Сочи и столицей республики Мариэл, городом Йошкар-Ола. Соглашение подписали глава Сочи Анатолий Пахомов и мэр Йошкар-Оле Александр Принцев. Сейчас в городе проходят гастроли Марийского театра оперы и балета. Это 40 артистов, известнейшие спектакли и оригинальные декорации. Сотрудничество решено продолжить и за рамками летних балетных сезонов в Сочи. Тем более курорту есть что предложить в ответ. Наша республика, наш город, он был закрытым городом. Даже на карте бы не было. Не старались. Да, потому что очень закрытый город был. Обороны промышленности сейчас у нас все по-другому. Поэтому раскрыть нашу республику, наш город. Мы, с учетом того, что вы нам так сильно помогаете в культурной программе, мы вам поможем в оздоровлении ваших трудящихся. Поэтому переговорите с работодателями, переговорите с губернатором. Я, в принципе, тоже, если нужно, приеду, сделаю презентацию. Глава Сочи уже провел выездные презентации в 34 городах нашей страны. В межсезонье 88 местных санаториев работают поздравительным программам с большими скидками. Как результат такой работы – высокий и стабильный интерес к Сочи. К слову, в этом курортном сезоне город уже посетили 2,5 миллиона туристов. Пилот Уильямса Сергей Сироткин объявил конкурс на дизайн шлема на Гран-при России «Формула-1». Он пройдет в Сочи с 27 по 30 сентября. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Инстаграм. Победитель конкурса получит билет на Гран-при России, а также возможность встретиться с Сироткиным. Эскиз с новым дизайном шлема нужно прислать на электронный адрес до 14 августа. А уже до 17 августа Сергей Сироткин выберет 4 лучшие работы. Лето в самом разгаре. Сегодня на Черноморском побережье отдыхают тысячи туристов, в том числе иностранных. А где любят отдыхать сами сочинцы? Как оказалось, одно из самых популярных направлений – это Кавказские минеральные воды. Сегодня туристическая компания «Здоровый мир Сочи» организовала презентацию нового санатория, который открылся в Кисловодске. На презентацию нового санатория, который открылся в Кисловодске в начале июня, пригласили ведущих туроператоров. Сегодня этот курорт кавказских минвод – одно из самых востребованных сочинцами направлений. Оно подходит тем, кто хочет совместить отдых со здоровлением. Но и насладиться главными лечебными факторами города-здравницы – это чистый горный воздух и, конечно, минеральные воды. Сегодня нас пригласили наши партнеры в городе Сочи из туристической компании «Здоровый мир Сочи» на презентацию санатория. Собрали площадку, на которой мы представляем наш санаторий. Мы пришли на встречу туристические компании, туроператоры крупные, которые непосредственно заинтересованы и которые отправляют гостей из Краснодарского края на курорты кавказских минеральных вод. Санаторий Арника – четырехзвездочный с номерами разной категории и современным медцентром. Он будет комфортен для отдыха сочинцев, ведь сегодня жители курорта голосуют за высокое качество услуг. Достаточно большой спрос именно на качественный уровень, высокий, с хорошим номерным входом, с хорошим качественным питанием, с инфраструктурой. Мы призываем всех сочинцев обратить внимание на вновь открывающиеся объекты. Курорт очень востребован сочинцами. Компания «Здоровый мир Сочи» на рынке туристических услуг уже более 16 лет. «Здоровый мир Сочи» предлагает отдых и санаторно-курортное лечение на юге России, а также путешествия по всему миру. Подобрать лучшие предложения по отдыху и оздоровлению в нашей стране и других уголках планеты «Здоровый мир Сочи» поможет по адресу Советская, 42-1. Телефон компании 296-01-70. Бесплатная круглосуточная линия 8 800 250 51 09. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.